В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Вы смотрите очередной выпуск программы «Стратегия и тактика». В предыдущих выпусках мы встречались в основном с военными экспертами и говорили в основном о военной тактике. Эта передача будет немножко другая. Мы будем говорить не о тактике, а о стратегии, и в данном случае о стратегии политической. Собеседник мой сегодня Михайлов Евгений Эдуардович. Мне он в первую очередь как эксперт интересен тем, что он длительное время был губернатором Псковской области. То есть человек, который хорошо знает, как работает наш административный государственный аппарат. И может изнутри оценить и дать свои экспертные оценки. Евгений Эдуардович, я вот о чем хотел бы поговорить с вами. У меня, и я думаю, что я не один такой, в течение целого ряда последних лет, ну как минимум с 2012-2013 года, то есть уже 4 года как, складывается впечатление, что... Разного рода инициативы. Я просто думаю, как бы помягче высказаться. Это правильно. А смысл в чем заключается? Что правильные и хорошие инициативы, которые озвучивает, скажем, президент Путин, не только его, но в первую очередь он, конечно, да? Связанные с нашей национальной политикой, да? Или с какими-то аспектами отношений с церковью. Ну или, в общем, со всем тем комплексом проблем, который волнует русского патриота современного, да? Вот эти высказывания его, они как-то повисают в воздухе. В том смысле, что тот огромный чиновничий аппарат, который, по идее, должен же бросаться тут же выполнять, на лету ловить каждое слово президента, да? И бросаться его выполнять. Ну, складывается такое ощущение, что, ну, не весь он, но значительная его часть просто саботирует определенное направление. Я вот себе подобрал ряд цитат. Я сейчас тогда их зачитаю, а потом мы уже перейдем к обсуждению. Вот, например, Путин о русском народе. В 2012 году вышла его статья. Помните, он перед выборами, да, целую серию таких вот установочных статьй опубликовал. Называлась «Россия. Национальный вопрос». Вот он что написал-то в этой статье. В 2012 году, 5 лет назад, стержень, скрепляющая ткань нашей уникальной цивилизации, русский народ, русская культура. Русский народ является государство, образующим народы. Путин написал по факту существования России, то есть без него не было бы России, да, великая миссия русских объединять, скреплять нашу цивилизацию. Кстати, еще в 2008 году он назвал себя русским националистом, Путин, он сказал, что я русский националист в хорошем смысле этого слова. Сколько за последние несколько лет было сказано слов о том, что Россия будет защищать русских везде, где бы они ни находились. Это говорил и президент, говорил это и министр иностранных дел, это все, конечно, особенно стало актуально в связи с присоединением Крыма, в связи с гражданской войной на востоке Украины. Сколько говорили о великом русском мире, тоже правильных слов сказано по этому поводу. А вот где результат? Вот юридически, как русского народа у нас не было, юридически в России, так его и нет. То есть он нигде, ни в каком, ни в одном документе он не упомянут. Как же отражена его государствообразующая роль? Вот Путин же сказал, да, как помните в этом фильме, не имеешь права, начальник сказал. Вот как это вот совместить одно с другим? Значит, совместить это можно, но для начала скажу, что я, в общем-то, начальство поддерживаю, по ряду причин, в том числе лично. Так нет, а что тут не поддерживает, конечно, замечательно сказано. Нет, правильно, ну не только, это же говорите, что есть расхождение между словами и делами. Действительно оно и есть, как бы, да, давайте разберемся, почему это все получается. И, вообще, почему такая ситуация сложилась, что русские патриоты, они как бы недовольны, да, если мы сейчас... Ну, давайте скажем мягче, они в недоумении. Ну, можно и так сказать, да. А как же, где результаты-то? Да, поэтому здесь есть несколько моментов, они все достаточно сложные. Чтобы в них разобраться, нужно так побеседовать. Ну, например, как бы, начнем с такого базисного, значит, вопроса, как Конституция. В Конституции написано, мы многонациональный народ России, да. То есть, если взять все бывшие 14 республики, там все четко. Значит, в Казахстане есть казахи, на Украине есть украинцы, в Литве есть литовцы, в Грузии есть грузины. Значит, везде все ведут националистическую, ну, в том или ином, как бы, масштабе политику. Более того, даже в Восточной Европе режимы примерно одинаковые. Везде есть главная нация. Титульная. Да, титульная, которая, в общем-то, все делает, и деньги у нее все, и власть у нее. Ну, нац с меньшинством, если они какие-то там есть, значит, им кому дают. Не, ну, понятно, что в Узбекистане титульные нации узбеки. Это вещь совершенно очевидная. Ну, скажем, в Казахстане большинство были русские в конце, значит, Советского Союза. Тем не менее, казахи спокойно проглотились и от титульной нации, ну, и рядом административных мер, экономических, они, в общем-то, часть русских выжили, а часть там у них они есть, ну, как бы, живут на птичьих правах, скажем так, да. Значит, ну, и других примеров полно, когда... Так, а ближе к России, ты к нашим парам? Нет, а это как раз вот, я как бы, подтверждаю, что вопрос-то есть, что, как так получилось, что все ведут примерно одинаковую политику, все бывшие соцстраны, все бывшие соцреспублики, да, советские, значит, Россия ведет какую-то другую политику, совершенно абсолютно обратную, скажем, по крайней мере, вела, да, может быть, последнего времени. Это связано, на мой взгляд, с тем, что, ну, во-первых, это еще советская власть такую политику проводила активно, ну, например, на той же Украине, да, ну, казалось бы, вот, и мы там, наверное, воспитывались как интернационалистов, да, да, Владимир Владимирович воспитывался как интернационалист, советский патриот. Вот, казалось бы, с точки зрения мароксизма, ленинизма, ну, чем, как бы, более сплоченно консолидирована страна, тем лучше, как бы, какие там нации, значит, зачем они, значит, казалось бы, они не должны были при советской власти играть такую роль. Тем не менее, они играют роль, то есть, было создано государство, которое во всех конституциях было записано право на выход, да, но это еще можно как-то оправдать какими-то там расчетами, что, типа, понарошку было право на выход, что это было, значит, как бы, приманка для других республик, ну, то есть, получается, что большевики изначально все лгали, как бы, и записали это право просто так, там, от нечего делать. Я думаю, что это было сделано специально для того, чтобы в нужный момент Советский Союз распустить, значит, ну, это, как бы, предисловие, а вот возьмем реальную политику, зачем советская власть проводила укранизацию Украины, это можно, вот, как-то, разумно, с точки зрения марксизма объяснить, невозможно, да, то есть, видимо, видимо, настоящие цели советской власти, они были не совсем те, которые декларировались, как бы. Евгений Эдуардович, вы меня простите, ради бога, вы уходите от вопроса. Нет, я не ухожу. Бог всей советской власти, с ней уже давно все понятно. Нет, ну, как, это вам понятно, а людям не понятно. Это, может быть, тема отдельной передачи. Я ведь, вопрос-то какой задал. Почему замечательные слова, руководящие, прямо, так сказать, указующие, президенты Российской Федерации, которые в соответствии с Конституцией являются лицом, определяющим основы внутренней и внешней политики нашей страны? Почему они не реализуются? А где? Где гнездо вредителей и саботажников? Куда посылать наряд НКВД? Ну, во-первых, возникнет вопрос уже, а кто будет посылать? Значит, я как раз к этому и ввел, что поэтому Российская Федерация отличается от тех остальных республик, что здесь правящий слой, он сформирован не как в других республиках и государствах из какой-то титульной нации, а у нас он сформирован из всех вот этих искусственных... У нас он сформирован без титульной нации. Там и ститульные нации, а у нас практически без титульной нации. Ну, даже на самом деле немножко не так. Если бы у нас он был сформирован из грузин, казахов, еще кого-то, это еще была бы одна ситуация. У нас немножко другая ситуация. Эти все грузины-казахи, русские, евреи, они все перемешались. Получился такой слой советских людей. Помните, новая историческая общность была такая. Значит, вот как раз в столице СССР такая общность, она как бы является элитными группами. И фактически, если мы так посмотрим на состав наших руководящих всяких органов, тех же чиновников, которых вы пытаетесь заарестовать, значит, многие из них, они как раз имеют происхождение оттуда. Не только чисто как бы в социальном плане, но и в ментальном. То есть, вот эта вся идеология вот этого советского условия, она сохраняется. Ну, как ни крути. Потому что, ну, люди, ну, как бы вот воспитаны, они же никуда не исчезли, и власть фактически у них находится. Иначе бы Россия вела другую совершенно политику. Это просто надо понять. И Путин, будучи даже президентом, он как прагматик, вот я как раз пытаюсь объяснить, что он прагматик, прежде всего. Он имеет дело не просто с идеями, а с теми идеями, которые имеют материальную силу. Материальную силу имеет вот этот советский слой. Значит, они заполняют все коридоры власти в том или ином масштабе. Более того, он потихонечку воспроизводится. И та политика, которую я тоже не разделяю, не считая, что была правильная политика, скажем, до последнего времени. Она как раз отражает интересы вот этого слоя. Значит, Крым знаменовал определенный Рубикон. В каком плане? Потому что Крым это переходит. Ну, конечно, он и сегодня рассматривается, и тогда, видимо, рассматривался. И он вообще как бы совершенно неожиданно возник. Никто не ожидал, что произойдет Крым. Вряд ли вы найдете хотя бы одного человека, который вам говорил, хотя бы за месяц до того, что случилось, что вот такая история произойдет. Вот, так вот смотрите, какая странная. То есть, в каких-то отдельных случаях, когда, значит, Путин дает команду, весь этот государственный аппарат начинает работать как часы. Тик-так, 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 да? И совершает какие-то вообще-то героические поступки, на которые никто не считал способны. Ну, да. Крым, пожалуйста. Сирия. Кто мог подумать тоже, да, за месяц до того, как мы туда войсками. Значит, в каких-то случаях аппарат реагирует. А в каких-то случаях он саботирует то, что говорит президент. Почему? Потому что Крым рассматривается как эпизод. Это, у них есть обоснование, там, идеологическое, что это там было нарушение социалистической законности. Что это не... Понимаете, если, вот если брать грубо, у России есть один реальный путь развития. Это реинтеграция большой России, да. Все равно к этому придут не сегодня, так завтра, там, не через 10 лет, так через 20, да. Все равно вот эти территории утрачены, они так или иначе будут реинтегрированы. На мой взгляд, конечно. Значит, ну, в том или ином масштабе, не обязательно полностью, там, возможно, речь будет идти о, там, ну, части только территории, там, где действительно люди хотят реинтегрироваться. Такие территории есть, тот же Крым, так сказать, уже, как бы, это сделал, да. И есть еще другие места, где совершенно понятно, что людям выгоднее жить вместе, чем разделиться, да. Мы будем надеяться, что это произойдет мирным демократическим путем. Как бы для этого государства, в принципе, если бы оно было национальным у нас, оно бы давно все это сделало. Потому что никаких проблем реинтегрировать, скажем, часть территории с русским населением не существовало. Но эта политика и сегодня не провозглашена. Хотя Владимир Владимирович заявил, что русские – это самый большой разделенный народ в мире. Это чистая правда. Значит, возникает следующий вопрос. Ну, раз мы разделились, это хорошо или плохо? Это плохо. Потому что это плохо экономически, это плохо политически, военно, в каком угодно плане, психологически даже плохо. Я бы даже так тогда сформулировал. Вы знаете, вот модно про права же говорить, про права. Вот русский народ, 130 миллионов человек, имеет право на ввоз соединения? Да. А почему тогда-то как бы об этом не заявить? Потому что невыгодно. Нет, это, да. Потому что, значит, смотрите. Правящий слой – это все-таки серьезная вещь. Ни один человек, он не может игнорировать то, что он имеет определенные интересы. Наш правящий слой, ну, вот у него такие интересы достаточно, ну, во-первых, он немножко сегментирован, потому что там есть и патриоты, есть всякие там люди, как бы полно всякого народа. Но в основе это люди, которые не живут русскими национальными интересами, да, у них свои. Почему вот эта вся история, что вот они сегодня, значит, здесь кем-то работают, там, олигархом, чиновником. Следующий этап – они взяли деньги и уехали там за границу. Ну, так ведут себя правящие элиты в других странах. Нет, конечно. Значит, вообще проблема России, знаете, какая? Не в том, что там президент не может чиновников заставить, там, что-то полезное сделать. О том, что в России нету хозяев – в этом проблема. Бесхозяйственность. Помните, советская власть все время боролась с бесхозяйственностью, потому что хозяина нету. Вот я когда был еще советским патриотом, когда был молодым там комсомольцем, я был таким советским патриотом. Ну, у меня тогда уже был симпатичный Николай II, как бы. Я считал, что, ну, в принципе, хороший царь, зря на него там бочку катят. Так, если посмотреть реально, что он сделал, то а что такого там? Он очень много полезного сделал. За что его там так пинают, непонятно. Но у меня всегда коробила его вот эта запись в вопросном листе, была перепись населения 97-го года. Где он написал «Род занятия – хозяин земли русской». Ну, как это? Ну, как-то нескромно как-то, да? А сейчас уже по прошествии многих лет, даже десятков лет, я думаю, а правильно он написал-то. В этом-то как раз и смысл всей истории. Что если есть хозяин на территории, значит, на территории порядок. Если хозяина нету, ну, хозяина как от сверху до низу, как бы, значит, от каждого, в каждом клочке земли, там, на каждом заводе должен быть хозяин. А что, Путин разве не хозяин? Он по факту? По факту. Сейчас имеет, так сказать, полномочия практически неограниченные. Полномочия – это полномочия, но, как бы, вот этот вопрос пока еще, как бы, не решен, да? Значит, конечно, вот как раз я их пытаюсь объяснить. После Крыма, когда сделан шаг, который нас четко поставил вообще в другую реальность, мы перешли, да, фактически, значит, то власть балансирует. Вот на сегодняшний день балансирует между выбором. Или опереться на русских и проводить, как все остальные республики, национальную политику, как бы, да? Значит, в том числе, поставить вопрос о реинтеграции, не обязательно, там, говорить о военной, там, еще какой-то... Или, а что, есть альтернатива? На кого еще опереться-то можно? Нет, ну, пока опираются на других, вот 25 лет они живут, не опираясь на русских. Нет, политика Путина и России, Кремля, Москвы, как хотите, последние пять лет эффективна ровно настолько, насколько она опирается на русских. Да, абсолютно верно, очень выгодно опереться на русских, но... Крым что, Якуты присоединили? Нет, рейтинг откуда? Да? Рейтинг откуда? Ну, естественно. Рейтинг именно отсюда, как бы, да? Что сделали шаг навстречу русским, тут же рейтинги взлетели, невзирая на все кризисы, он там где-то в облаках еще и витает, этот рейтинг, да? Значит, но там есть не только Владимир Владимирович, там же полно всякого народу, им нужно, может быть, себя и переломить в чем-то, да? Потому что... Как вы о них, так сказать, вот так... Ну, любя, любя, да, так сказать, а как же вы хотели? Ну, тем более, я там многих знаю, там, почему... Переломить? А может, их просто переломать нужно? Нет, я бы сказал даже так. Вот если кто не хочет себя переломить, вот может того, что стоит переломать, а? Нет, это тоже неправильно. Почему? Объясню. Нам, не только русским, вообще всем, кто живет в России, там, там, всех национальностей, там, всякая тварь, как бы, начиная с русских, значит, нам всем невыгодно, чтобы здесь была дестабилизация. Конечно, если будет здесь большая, как бы, какая-то такая дестабилизация, да, типа вот украинской, то русские все равно числом задают всех, там, да? Но это проведет к большим, ну, как бы, к откату назад, как бы, да? Вы, так сказать, простите мою глупость, но я не могу понять и взять в толк. Вот если слова Путина о том, что русский народ является государствообразующим, будут внесены, предположим, в Конституцию, какая-то там, откуда может взяться дестабилизация, когда это признание очевидного факта? Ну, это, как бы, вы рассматриваете чисто в такой лабораторных условиях, а реально-то жизнь другая, реально деньги у кого? У русских нет, у них никакие денег, там, да? Значит, власть у кого? Ну, она так, там и сям, как бы, да? Запад поддержит такую политику? Да, абсолютно против он будет. Потому что Западу совершенно не улыбается Россия, как национальное государство. Тем более, и любое движение в этом направлении, ну, будет встречено, в общем-то, в штыки. И, там, любой руководитель, тем более такой прагматик, как Владимир Владимирович, он понимает, что если он дальше пойдет в этом направлении, то сопротивление будет, ну, нарастать по, там, экспоненте, правильно? Ну, вы согласитесь с этим, что... Так, нет, а такой прагматик, как Владимир Владимирович, еще не понимает, что у него есть огромное количество рычагов для того, чтобы эту элиту менять. Пусть не один момент, но никто же не заставляет 37-й год устраивать второй раз. Нет, его не получится. Ну, не в этом дело. Да, получится-то в любом случае получится. Нет, чтобы... Смысла никакого нет. Я на свой опыт, там, конечно, не такой, там, высокий пост занимал, не такие тяжелые, там, серьезные задачи решал. Ну, даже на своем посту, значит, чтобы что-то сделать, нужно... Один человек не способен это все сделать. Нужно иметь группу, большую группу, нет, даже не двух, не трех, а десятки, сотни соратников, которые, во-первых, а, компетентны, б, как бы, лояльны, и, в, еще, как бы, идейны, да, где их взять столько? Значит, это большая проблема, учитывая тот состав элиты, который у нас есть, как бы. Возможно, это будет сделано. Я как раз и говорю, что это возможный вариант. Власть балансирует. Она то в одну сторону качнется, то в другую, как бы. Вот пока вот не решились они на это. Будем надеяться, что решатся. Когда-нибудь, да. Хорошо, Евгений Иванович, честно вам скажу, в некотором недоумении вы меня оставили. Ну, ладно, это политическое... Нет, но вы же были в недоумении. Это политическое, да, как был, так и остался, да. Только, так сказать, оно у меня, как бы, эпицентр этого недоумения, может, сместился немножко. Ну, не важно, хорошо, я понимаю. Политика, интриги... Искусство возможно, у нас учили же. Сложная материя, хорошо. Давайте не о политике. Да. В 2012 году, выступая на Селегерии, в молодежном лагере, тот же самый Владимир Владимирович, свет наш Путин, да, говорит следующее. Не про политику. У нас по закону четыре основные традиционные конфессии. Они все равны. Но, конечно, нам хорошо известно, что православие лидирует. Это понятно. Даже хотя бы взять по количеству православных людей в нашей стране. Православие сыграло особую роль в истории нашего государства. Дальше он говорит на камне. Я бы хотел, чтобы все это услышали. То есть, он, видно, предполагает, что не всем это понравится, да, и говорит, я хотел бы, чтобы все это услышали. Ведь до того, как князь Владимир крестил Русь, а потом объединил, у нас ведь не было единого российского государства, и русской нации как таковой не было. А вот после крещения начала формироваться единая русская нация и русский народ. Вот православие сыграло эту объединяющую роль. Значит, и опять я в недоумении. Если вот таким образом президент наш оценивает роль православия, да, и православной церкви, почему государство, которое решило на совершенно законных основаниях передать в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор церкви, терпит вот всю эту свору либеральных негодяев и мерзавцев, да, которые наперебой кричат, вопят, они же там бедные в истерике заходятся, да, и что только, какой только гадости они не пишут, да, ну, опять я не могу понять, где сбой? Нет, ну, здесь сбоя нет, почему? Есть же законодательство, они имеют право на свое мнение. Нет, если на мнение, пожалуйста, они же залезли в Исаакий, вот последняя информация. Я, честно говоря, не в курсе, что там было. Непосредственно внутри, во время богослужения там учинили, так сказать, дебош и безобразие. Нет, ну, для этого есть там административные какие-то наказания. Значит, я не думаю, что там в Петербурге не работают органы правопорядка, думаю, они прекрасно там работают. Если были нарушения, они будут соответствующие меры воздействия. Я здесь как раз не сторонник, на самом деле, вот этих всех передач. Почему? Объясню. Сейчас нам нужна все-таки мы в осажденной крепости, ну, вы согласитесь, да, вот реально мы в осажденной крепости. Я согласен, что та политика, которая ведется, она, ну, недостаточно, может быть, в том направлении идет, которым бы хотелось. Ну, есть общие какие-то соображения. Общее соображение одно, нам нужна консолидация в этой крепости, чтобы просто удержаться, правильно? А вы с кем будете консолидироваться? Ну, со всеми. Вот я тут неделю назад я по этому поводу обсуждал, да. Вот тут Петр Столстой высказался на эту тему. Сколько тоже визгу было, да, что он сказал, что, значит, вылезли там из-за черты оседлости с наганами. А теперь, значит, их внуки и правнуки хотят это повторить с Исаакием. Сколько крику визгу было. Я могу повторить. Еще раз, я не даю оценок. Но по факту ведь он прав. Давайте посмотрим, кто главные, так сказать, противники передачи. Все евреи. Я не говорю, хорошо или плохо. Еще раз, я не даю оценок. Но с фактами давайте будем все-таки... Не, ну, они имеют право на свое мнение. Имеют. Значит, другое дело, что, вот я с чем согласен, что Толстой, в принципе, ничего такого особого не сказал. Это всем известные факты. Никто даже спорить с ним не собирается. Но, значит, это историческая оценка. А вот политическая, ну, может быть, он и перегнул палку. Опять-таки, из моей, как бы, концепции, что нам нужна стабилизация. Да, не нужно делать резких движений. Я так считаю. А как вы хотите стабилизировать ситуацию, если крупнейший кафедральный собор Санкт-Петербурга, да, находится, давайте будем называть вещи своими именами, он находился, как бы, в частной собственности, в личной собственности, у группы, так сказать, определенных дельцов от культуры. Здесь не готов сказать. Возможно, да? А что там? Я просто не знаю этого вопроса и всегда избегаю каких-то вещей, где я там плохо разбираюсь. То есть, то, что мы отдаем, божье богу, это дестабилизирует ситуацию. А то, что мы, божье, отдаем в аренду разного рода, там, условно говоря, там, шинкарям из-за, опять же, условно говоря, черты оседлости, да, значит, это не дестабилизирует ситуацию. Так, хорошо. Какая логика интересная. Нет, я понял эту позицию. Значит, давайте я тоже, как бы, значит, свой шар заброшу. Вот, возьмите, есть такой вопрос интересный. Вот я всем, как бывший историк, я все-таки стфак закончил. Значит, как-то попытался найти данные, ну, я там с кем-то спорил, что в очередной раз, значит, попытался найти данные по репрессиям в церкви, как бы, да? То есть, вы знаете, что церковь, она была фактически разгромлена перед войной. И особенно мощные репрессии, там, где фактически, ну, почти полностью, чуть ли не физически было уничтожено, как бы, да, значит, церковь, это 37-38 год. В принципе, есть исследования, я нашел там цифры. Неправильно. Я могу... Нет, нет, сейчас я объясню мысль, как бы, да, я не утверждаю ничего. Там не 37-й год, там другие, ну, не важно, хорошо. Да, не важно, как бы, нет, там были разные эпитапы, там не за один день все делали. Ну, 37-й, 38-й очень серьезные, как бы, было, ну, я по своей области знаю, потому что... Я могу назвать цифры, значит, в Российской империи было более 100 тысяч православных приходов, да? Да. Значит, к 40-му году, если не брать присоединенную, там, западную Украину, а брать территорию... А? Осталось несколько сотен. Ну, около тысячи, да. Несколько сотен. Было более 200 архиереев, да, на свободе оставалось 4. Да. Было еще несколько больных тяжелых. Так что, это я... Не-не, это архиерея, да, это известная цифра, да. Более того, я по своей области знаю, но она, правда, не была, Псковская область, она входила в состав Ленинградской, Калининской, но на всей территории области не было ни одной действующей церкви. Когда немцы пришли, народ у них попросил открыть церковь, и тогда, как бы... Это Псковская миссия, да, отдельная тема разговора. Да, да, и когда, в общем, стали открывать, у них, почему миссия-то возникла, а не было священников, то есть, они были, но их было очень мало, и служить было некому. И тогда вот возникла миссия, то есть, получается, настолько широко репрессии прошли по церкви, да, что даже найти, как бы, людей, которые способны служить в церкви, было сложно. Значит, я к чему это говорю? Мне кажется, что, ну, Исааки, Исааки, там, возможно, там, правильно все делали, я не знаю, да. Значит, ну, вот это меня как-то так покоробило, опять-таки, что... А почему все-таки нет четкости в этих вопросах? То есть, я где-то, да, на каком-то сайте нашел эти данные, ну, так, чтобы это на уровне учебника, как бы, было, да, чтобы все, каждый человек в стране знал, что произошло, скажем, с православием перед войной. Это все-таки, ну, это трагедия, мы даже перед памятью тех мучеников, которые сейчас прославляются, да, мы обязаны это хотя бы дать примерно официальную точку зрения, чтобы не было разночтений, она может быть такой, может быть другой, это не важно, да, да, тут уже, как бы, это вопрос историков, пусть они под присмотром государства и церкви поработают, и какую-то нам согласованную позицию расскажут. Чтобы это не надо было искать по каким-то сайтам, а можно было просто где-то так официально четко это все знать. Понимаете? Нет, ну, это, в конце концов, настолько частная задача. Почему частная? По сравнению с тем, о чем я вас спрашиваю, я говорю, что, опять же, значит, вот президент высказывает определенную точку зрения на православную церковь, да, казалось бы, она должна начать реализовываться, она должна становиться основой, как в Конституции написано, елки-палки, да? Нет, в Конституции там такого не написано. Там написано, что президент определяет основы внешней и внутренней политики российского государства. Ну, там есть базовые принципы. Вот. А что в базовых принципах, скажите мне, что мешает? Я не спорю против того, что... Как вы не спорите? Вы как раз именно и спорите. Нет, я к тому, что все-таки есть президент, в Конституции есть полномочия президента, но есть еще базовые основные принципы Конституции, где Россия это светское государство. Одно другому принципу особо не противоречит, но все-таки... Так нет, а светское государство, оно должно быть бандитом обязательно, вором? Оно должно воровать чужую собственность? Я только вас поддерживаю. Я просто говорю, что все-таки, когда мы говорим о полномочиях, Конституция все-таки, по идее, выше, как бы, да? Потому что президент, ну, как бы, он избираемое лицо. Да, он, и это для нашей страны очень важно, что он имеет... У нас централизация большая, полномочий. По-другому в России сложно управлять. Это правильно было сделано. А вы думаете, что Россия вообще возможно управлять, игнорируя православную церковь? Вообще, в принципе? Нет. Это даже Сталину не удалось? Нет, он пытался. Ну, и чем закончилось? Ну, пошел на поклон. Так что, ну, хорошо, ладно. Тоже понимаю. Сложный вопрос религиозный. Они все сложные, они все непростые. Мы бы все просто давно порешили. Вы знаете, вот я вам честно скажу, вот с моей точки зрения, корень зла таится вот в изначальном посыле, который, к сожалению, Путин тоже часто проговаривает. То есть, у него самого позиция получается двойственная. Он говорит, что Россия изначально была многонациональным и многоконфессиональным государством. Если бы Александру Невскому сказали, что он закладывает основы многоконфессионального государства, я думаю, что голову бы не сносил этот человек, который ему это предложит. Если бы царю Ивану Грозному сказали, что он не русский православный царь, а он руководитель многонационального государства, то я думаю, что тоже человек бы недолго благоденствовал после такого заявления. Да ладно, что Александру Третьему, который говорил, что Россия для русских и по-русски, причем это не говорит об исключительности русского народа, это говорит об исключительности обязанностей русского народа, обязанностей хранителей этой страны, обязанностей фундаментальной основы русской цивилизации. Никаких привилегий русским людям это не дает. Вот этот изначальный тезис о какой-то мифической, ну это простите уж за резкость, это просто вранье чистое на самом деле. Значит, никогда Россия формировалась как русское православное государство. И поскольку она была, будучи русским православным государством, была притягательна для окружающих народов, она их могла защитить, она могла их понять, она не разжигала межнациональную рознь, она была терпима к верованию тех, кто к ней приходил. Именно поэтому к русской православной России на протяжении веков присоединялись все, все присоединялись, и грузины, и армяне, все же с челобитными приходили. Ну не все же приходили. И хмельницкий. Ну, по-разному было, но приходили, да. Нет, я согласен с вами, что вот это выпячивание меганациональности, оно как-то странно смотрится, тем более в окружении всех республик, где никакой меганациональности никто вообще не вспоминает. Возьмите мне хоть одну республику, которая, значит, постоянно-постоянно говорит о многонациональности. Даже Белоруссия, казалось бы, да. И то она говорит, вот мы, белорусы, там. Слушай, про Бацку это вообще отдельный разговор, тут нам даже вопросы приходят по этому поводу. Не, ну мы можем на это, я его знаю. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаем. Мы все-таки соседи из Белоруссии, я не плохо. Я вот еще тогда, я все-таки гну свою линию, я хочу вот еще что, значит, вас спросить. Ладно, национальный вопрос сложный политический, хорошо. Хорошо. Религиозный вопрос не политический, но тоже сложный. И тоже, на самом деле, все равно политический, как выясняется, да? Частично, да. Вот вообще для меня, так сказать, пример, который меня в полное недоумение повергает. Путин неоднократно высказывался о ювенальной юстиции. Неоднократно говорил, что он его противник, что он против. Был там на съезде у Кургиняна, помните, да, пришел внезапно, проводили антиювенальный съезд, он там был. В общем, говорил на эту тему не раз. В декабре прошлого года он проводит итоговую пресс-конференцию, большую. Женщина задает ему вопрос. Владимир Владимирович, отец родной, скажи, почему так получается? Вот ты вроде против, а вот этот каток ювенальный, он продолжает по России катиться и приводит ему примеры. Вот смотрите, вот закон принимается, вот то, вот все. Что Путин отвечает? Путин говорит, а это, а я думал, мое поручение выполнено, говорит Путин. Это цитаты, да, а потом и повторяет. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Я против перекошенных стандартов ювенальной юстиции. А я думал, мое распоряжение выполнено. Хорошо, ну вроде уже вот декабре. Сейчас у нас февраль, двух месяцев, трех месяцев не прошло. С этого момента. Что мы имеем? Пожалуйста, все телевизоры ломятся. Изъятие десяти приемных детей из семьи, причем совершенно совершенное с нарушением всех норм, потому что оно не регламентировано. Просто потому, что вот хотят и можно, да? Причем там же семья, один родной ребенок, четыре усыновленных и десять, по-моему, приемных. Причем многие из них больны с ПИДом, то есть еще их родители заразили, да? Из-за того, что там у кого-то нашли синяк, а вы попробуйте 15 детей воспитывать ни одному подзатыльника не отвесив. Попробуйте, да? Синяк нашли. Десять детей забирают просто вообще. Ни о чем не... Ну это же не политика. Это не национальная вопрос. Это не религиозный вопрос. Почему это-то нельзя решить? Когда уже президент высказался, где, еще раз повторяю вопрос, где гнездо вредителей, куда гранату кидать? В данном случае я тоже недоумене, потому что все-таки, когда хотят, они что-то сделать, обычно все-таки делают. Ну, это не всегда происходит. Есть бюрократическая система. Если где-то есть какая-то вот такая линия, она, видимо, не только наша, а и Запада, ну, на Западе то же самое все происходит, да? То, видимо, где-то есть какие-то серьезные силы, которые вот проталкивают все это дело. На Западе понятно. На Западе это поддерживает государственная власть. Она является главным толкачем. Нет, у нас тоже госвластины. Законы сами же не принимаются. Кто-то же поддерживает все это дело. Я тогда вообще ничего не понимаю. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Нет, ну, кроме него еще есть куча народу, которые имеют полномочия. Значит, он здесь, ну... Вы извините, тогда вы наводите зрителей на вопрос, а нафига такой президент, если он ничего не может решить? Ну, это вот русские, вот мы всегда боремся с экстремизмом. Нет, я понимаю, я специально обостряю. Я специально обостряю, я специально, так сказать, утрирую. Русский человек всегда его там склонен к экстремизму, да? Что если вот 100%, то есть 99% сделали, а 1% не доделали, зачем тогда такой начальник нужен, да? Значит, нет, я тоже в недоумении, не знаю, почему так произошло, как бы, да? Если у Владимира Владимировича есть такая четкая линия, мне трудно сказать, почему они все-таки не могут ее претворить в жизнь. Хотя, в целом, мне не совсем нравится то, что у нас делается в отношении детей. Я лично не был сторонником закона Димы Яковлева, как бы, да? Но с ювенальной юстицией, я здесь согласен с тем, что президент говорил, с вашей позиции, что там явные перегибы. Ну, на мой взгляд, опять-таки, это надо... Что же, извините, закон Димы Яковлевны, это у нас была система законодательства, которая позволяла торговать детьми. Просто детей продавали, продавали, продавали за бабки. За бабки продавали русских детей за рубеж. Закон Димы Яковлевны прекратил эту практику. Как может быть против этого? Значит, объясняю. Такие вопросы решаются не эмоциями, а статистикой. Мы должны посмотреть. Статистику я пока не видел ее. Может быть, она где-то есть, я ее не видел. Возможно, я не прав. Я тоже не беру на себя ответственность такую. Я не специалист по этому вопросу. Ну, и как я бы подходил к делу. Вот, скажем, была практика. Передача, усыновление. Ведь она, кстати, частично осталась. В Европе продолжается усыновление, насколько я понимаю. Реально почти нет уже. Ну, в какой-то степени продолжается. Вся Европа признала однополые браки. Мы не отдаем детей туда, где они могут быть. Ну, в Венгрии не признала. Да, есть там исключения. Значит, есть как бы статистика судеб детей. Значит, это там кто-то погиб, кто-то там какие-то там заболевания получил, или там увечья, еще что-то. Ну, разные. Бывают несчастные случаи, бывают преступления. Ну, давайте сравним, сколько, значит, вот были дети в интернатах, вот передали в Штаты, вот передали в Европу, вот в наши приемные семьи. И вот по этой статистике мы должны сделать вывод. Вот это правильно подходит. Когда на эмоциях все проходит, и нет статистики. Нет, послушай. Когда статистики нету, это все вызывает сомнения. Подождите, Михаил, то есть Евгений Эдуардович, какая статистика? Вот подождите, государство, это семья, вы из своей семьи в чужую семью ребенка отдадите? Значит, как можно отдать русского ребенка вообще, это вообще за гранью понимания? Ну, есть гуманизм, есть люди, ну, как бы все-таки ребенок... Какой гуманизм? Вы отдаете здесь русская страна, здесь его народ, здесь его родная культура. Вы его всего этого лишаете, отрезаете этот корень и отдаете его куда-то на страну. Во-первых, он выбирает еще свою, как бы... Кто выбирает? Ребенок, которому два года выбирать? Нет, 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 там, когда ему 16 лет, он может выбрать, как бы, да? Насколько я помню, так было. Значит, у меня здесь есть гуманистическая, как бы, вещь. Одно дело ребенок в семье, другое дело в интернате. Все-таки разница существенная, согласитесь. Реально, так вы, если вы государственные мужи, вы займитесь тем, чтобы в интернатах было нормально. Я согласен. Не продавайте русских детей... Я с этим согласен. ...мерзавцам, забугорным. Вы... Ну, там не все мерзавцы, там много нормальных семей. Да, так вот, значит, как надо делать? Надо сначала приложить усилия, а потом запрещать. Я так считаю. Вон, с Кадыровым посоветуйтесь. В Чечне нету сирот. Ну, пожалуйста. Нету детских домов. Так я только знаю. Посоветуйтесь с Кадыровым, он вам подскажет, как это сделать. Согласен. Я вас поддерживаю в этом плане. Эх, да. Вы знаете, Евгений Ильдарович, у нас время подходит к концу, но я вам что хочу сказать. Я, честно говоря, не предполагал, что мы в этом, в общем, довольно коротком разговоре такой пласт больших проблем поднимем. Но если вы не против, я бы предложил вам считать его таким установочным. То есть, вот мы хотя бы очертили круг некоторых проблем. Ну, да. И если вы будете не против, то, возможно, в дальнейшем мы с вами еще встретимся, чтобы по каким-то частностям, да, мы сумели более... Копнуть поглубь. Да, более... Потому что я понимаю и вас тоже, конечно. То есть, сразу на все вопросы ответить сразу невозможно. Да. Но в любом случае, я вам благодарен. Спасибо. Спасибо вас Бог, уважаемые зрители. На этом время наше истекает. Мы с вами прощаемся. Спасибо вас Бог. Всего доброго. До свидания. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok